Набирают популярность на фоне эпидемии в Кишиневе все большим спросом пользуются благотворительные магазины. Их основатели говорят, люди стали экономнее и охотнее расстаются с деньгами, зная, что те пойдут на добрые дела. Первые недели после открытия, после того, как был локдаун наш мартовский, апрельский, первая неделя была мега активная, то есть это прямо был рекорд для нас по всем показателям. И количество людей, и продажи, потому что люди соскучились. И соскучились и по шоппингу, и по общению, и просто выйти из дома хотели. Инга Бастан – основательница первого в стране так называемого чарити-шопа. Люди отдают сюда ненужные вещи, их продают, а выручку передают на благотворительность. За два с половиной года набралось 911 тысяч леев. Вот сейчас мы поздравляли инвалидов с праздниками, тоже закупали и продукты питания, и подарки. Инвалидные кресла мы закупали для организации. Но, конечно, чаще всего это лечение. То есть это какие-то заграничные дорогостоящие лечения, где от денег зависит жизнь человека. Еще один благотворительный магазин открылся в столице полтора года назад. Тут выручку передают на содержание бездомных животных. Хотелось бы, конечно, чтобы магазин полностью покрывал содержание приюта. Этого пока еще нет, но, тем не менее, даже вот за зиму у нас не было ни одного поста в приюте с просьбой о помощи или ни о чем кормить собак. Потому что зима – это наиболее сложный период, и кормежка увеличивается в два раза, то есть расход еды. И, тем не менее, магазин справился с этой задачей. Здесь же можно найти себе четырехлапого друга и забрать его в новый дом. У нас возникла такая идея регулярно, регулярно знаю, чтобы у нас в магазине жили животные. Они приезжают к нам из приюта и ищут свои семьи. То есть когда животное пристраивается, из приюта привозим мы новое животное. Посещать благотворительные магазины – дело не только благородное, но и выгодное. Цены здесь доступные, и обновку можно выбрать всего за несколько десятков леев.